На Руси было множество войн, войн захватнических, и из всех этих войн Русь выходила победителем. Поэтому черная аристократия поняла, что воевать с Русью практически бесполезно, и лучше ее просто развалить изнутри, что, в общем, делалось и раньше. Ну а теперь это делается уже совершенно другими методами, современными техническими методами, в том числе с помощью интернет-технологий, с помощью всякой развлекательной продукции и так далее. Разрушить сознание цивилизации – это значит ее уничтожить. Ну а другой путь – это что? Заселение Руси южными народами, которые также активно используются. То есть вот действуя такими методами, ну и плюс еще оружие другого рода, генетическое оружие, наркотики, алкоголь и так далее. Можно этого добиться, хотя это можно сделать, конечно, в течение нескольких десятилетий. Но для десятилетия, для иллюминатов – это ничто, потому что они мыслят категориями столетий и тысячелетий. То есть эту цель свою они проводят уже три тысячелетия. Вот сейчас они уже как никогда близки к осуществлению своей цели, то есть к построению нового мирового порядка с единым мировым правителем, так называемым антихристом. Вот этой непримиримой борьбе уже десятки тысяч лет на самом деле. Ведь если брать Атлантиду, то это была сатанинская империя. То есть причина состоит в распространении сатанизма. То есть борьба сатанизма и ведического учения – это и основа тех войн, тех катастроф, которые случались с человечеством. А как сатанизм проникает в сознание человека – это сложный вопрос. То есть существуют некие демонические силы, которые проникают в сознание человека и заставляют его на себя работать. Ну, можно их назвать паразитической цивилизацией. Это паразитическая инфернальная цивилизация, которая, конечно, существует десятки, а может даже сотни тысяч лет. То есть их главная задача – это что? Стравливать и властвовать. Стравливали Атлантиду с древней Тартарией или Гербербореей, как угодно можно называть. Все войны страшные, которые тогда происходили, были результатом вот этого инфернального генетического вмешательства. Значит, это происходило много раз в истории человечества. Ну, а последний их проект, который сейчас действует – это проект египетских царей-гиксусов, потомки которых и составляют основу черной аристократии. Так что вот этот проект действует до сих пор. Продолжение следует...